Амурская область Клубов, теплых библиотек И всего самого-самого наилучшего И хороших заработных плат Вот об этом мы немножечко поговорим Обязательно в нашем сегодняшнем разговоре Мы сейчас коснемся исключительно клубов Потому что все-таки Амурская область Это не только город Благовещенск Который является культурной столицей Но еще повсеместно В селах и более мелких городах Тоже в районах Культура идет Вот вопрос шагает, ползет Или все-таки идет Как у нас дела обстоят в селах? Хотелось бы, конечно, чтобы она бежала Вперед и быстро Но, к сожалению, не все так хорошо Не все так радужно У них в всех учреждениях культуры Тепло и светло Министерство культуры, конечно, прилагает усилия И мы каждый год стараемся Два учреждения культуры Сельских Привести в порядок Но что такое два По сравнению с тем, что у нас есть в области Когда-то десятилетиями не ремонтировалось Десятилетиями ничего не делалось Поэтому, конечно, вопрос на сегодняшний день Очень-очень серьезный Но там, где дом культуры Или клуб, скажем, сельский Отремонтировали, перевели его в порядок Население говорит спасибо Население начинает активно пользоваться Этими зданиями? Ну, надеюсь, что население благодарно За те учреждения культуры, которые привели в порядок Конечно, там жизнь кипит Там, где светлое помещение Тепло, где есть материальная база Где есть, главное, кадры Работники культуры Даже, может быть, это совсем маленькое учреждение Но когда есть человек Который притягивает к себе Все окружающее, детей Все село к себе То, конечно, там жизнь кипит И культура в этом учреждении Всегда была, есть и будет Ольга, я знаю о том, что у вас несложный Иногда выбор происходит Почему? Потому что иногда село Всего 100 человек Иногда даже бывает и меньше Ну, а культуру все равно нужно ее туда нести Я чувствую, скрепя сердцем Как-то вот выбирать, да О том, что кому вот помочь Именно в этом году Что делать вот С теми, кто очень-очень нуждается в помощи Вот как им помогают? Очень маленькие Вообще мы сейчас ставим вопрос о том Что нужно возрождать автоклубы Нужно возрождать и создавать библиобусы Которые бы обслуживали мобильно Маленькие села Потому что понятно, что Если в населенном пункте 100-200 человек То не всегда они рентабельно И в принципе кадров в таких селах Сложно и не найти Да, очень сложно найти Поэтому создаются такие мобильные учреждения Вот сейчас мы работаем с Тамбовским районом Которым передали автомобили Они обещают нам, что они будут Обслуживать такие маленькие села Вот своим автоклубом Но, конечно, мы сейчас работаем с Министерством культуры Российской Федерации Заявки подаем о том, чтобы еще приехали к нам библиобусы Это оборудованы автобусы В котором есть и фонд И компьютер И вся техника, которая есть Будет приезжать в село по расписанию Обслуживать, выдавать книги Информационную какую-то составляющую выдавать И, конечно, тогда уже жители не будут себя оторваны Чувствовать от всего мира Даже иногда, если библиотека есть сама по себе То есть, как бы обновлять фон Для того, чтобы люди были в курсе Каких-то новинок О киноновинках Не только киноновинки Ну, у нас общество такое У нас уже все кино, кино, кино Я про кино, кстати, тоже хотел задать вопрос Раз уж мы говорим о культуре на колесах Вот кинотеатры на колесах Автокинотеатры, какие-то передвижные Действуют в области? Сейчас у нас идет эксперимент В Зейском районе У нас есть передвижная киноустановка Которая вот как раз обслуживает Вы знаете, что Зейский район довольно-таки большой И села находятся друг от друга очень далеко И вот такая передвижная киноустановка У нас ездит по селам Зейского района На сегодняшний день она показывает свою эффективность И жители, в принципе, благодарны о том, что у них есть И понятно, что это в соответствии с графиком То есть, это не каждый день можно в кино ходить Но и столько новинок на сегодняшний день нет Чтобы показывать каждый день в маленьких селах картины Я так понимаю, что передвижные кинотеатры Они определенным фильмофондом своим обладают И вот этот фонд, он как-то формируется С учетом требований того, что хотят посмотреть люди? Конечно, мы стараемся учитывать потребность жителей Не всегда это удается Потому что в основном хотят, чтобы это были советские фильмы То есть российского, так скажем, производства Новинки российского производства Но сейчас не производится столько много российских фильмов Чтобы полностью удовлетворить Очень мало детских фильмов Катастрофически мало производства детского кино Потому что оно, во-первых, убыточное Не всегда, может быть, выгодно для создателей Поэтому вот эти показатели мы не всегда можем выполнить Их заявки не всегда можем выполнить Но отзывы все равно положительные Но самое важное, я хотел обратить внимание Акцентировать То есть не только взрослое кино То есть не только для того, чтобы повеселить 18+, То есть в первую очередь еще и на школьников Ну конечно У нас в Думе народного творчества есть список фильмов Которые идут по школьной программе И мы готовы всем школам предоставить данное кино И уже по их заявкам показать те или иные фильмы Для того, чтобы обсудить потом На своих классных часах, на уроках литературы Поэтому здесь, в принципе, то, что вот было Вся эта база у нас есть Фильмофонд у нас есть Причем с правом проката, что немаловажно Сейчас именно проходит специальная акция Посмотри кино, детка Расскажите немножко подробнее, Антон, что это? Это специальная подборка фильмов Которая идет у нас в Доме народного творчества И по заявкам мы показываем эти фильмы В Доме народного творчества Кинозал, премьер и в Малом зале Мы открыли Малый зал в Доме народного творчества Поэтому все дети могут туда пойти по льготным билетам По льготным ценам Это очень хорошо Что касается артистов на колесах Не кино, а именно артистов Гастрольный план продолжает сохраняться? Артисты, которые работают на профессиональной основе В филармонии в Амурской областной Они успевают все-таки как-то охватить население Огромной нашей Амурской области Конечно, у нас есть план У нас есть сейчас государственное задание Которое мы даем своим областным учреждениям культуры И вот что касается как раз филармонии То в основном это обслуживание сельского населения Сельского жителя И гастроли по Амурской области Мы ставим задачу учреждениям о том Что они должны в первую очередь обслуживать нашего амурского зрителя И если речь идет о гастролях за пределы Амурской области То это должны быть обязательно обменные гастроли Уезжая наш коллектив куда-то за пределы К нам должен приехать коллектив из того региона В который уехал наш коллектив Но это практикуется повсеместно И мы стараемся вот это выполнять Скажите, во многом благодаря именно этим поездкам И именно вот этой кропотливой работе Человек, артист в Амурской области Может получить звание заслуженный артист Амурской области Или, скажем, заслуженный работник культуры Амурской области Что это за звание? Когда его учредили? И кто его может получить? Ну вот его уже два года подряд получали В этом году будет третий год Первый, кто у нас получил, это Борислав Боровиков Я думаю, что многие амурчане его знают Потому что он, наверное, самый гастролирующий артист Из Амурской областной филармонии И, выходя на сцену, в принципе, его приветствуют Даже всегда аплодисментами Когда он еще ничего даже не делает У нас шесть человек, которые получили данное звание Звание было учреждено по поручению губернатора Амурской области То есть своим волевым решением И такого больше на Дальнем Востоке у нас нигде нет Было учреждено звание, с помощью которого Сейчас шесть человек могут гордо сказать Я заслуженный артист или работник Амурской области Ольга, кроме того, что он может так вот гордо об этом сказать Что-то еще в виде дивидендов человек может получить? Это какая-то доплата к заработной плате? Это, может быть, выплаты какие-то стоят? Да, это пожизненная выплата Она учреждена в размере тысячи рублей ежемесячно И с индексацией ежегодно То есть сейчас вот эта тысяча с небольшим Может быть, это, конечно, такая большая сумма Но это прибавка к тому, чем человек занимается Можно сказать, что заслуженный артист Или заслуженный работник Российской Федерации Такой прибавки не имеет То есть выгоднее быть заслуженным артистом В Мурской области, чем заслуженным артистом Российской Федерации Да, но мало того, при присвоении данного звания Кто-то умеет уже звание Российской Федерации Уже не может получить звание Заслуженное работник Амурской области Потому что Амурская область – это как бы первая ступенька Проработав 15 лет в учреждении культуры Можно получить это звание А Российской Федерации – это нужно проработать уже 20 лет Поспешили некоторые, поспешили К тому времени, когда мы с тобой будем претендовать На заслуженное какое-нибудь звание в учреждениях что они будут заслужены звания исключительно по городу Благовещенску. И мы с тобой потихонечку все ступенечки пройдем. Но самое важное, самое важное, нужно быть культурным человеком. Вот эту ступень нужно заслужить уже лично, и лично в душе, и сердце. Мы продолжаем нашу беседу с заместителем министра культуры Амурской области Ольгой Юрковой. Вопрос такой. Совсем недавно произошло поздравление всех людей, которые к культуре имеют такое или иное отношение. Лучшим муниципальным образованием с точки зрения сферы культуры был признан город Благовещенск. Почему? Ну, немножечко неправильно, потому что все-таки два муниципальных образования у нас являются победителями, потому что есть города и есть районы. Это разный объем, это разные листовые... Весовые категории, так скажем. Среди городов действительно лучшим муниципальным образованием в сфере культуры стал город Благовещенск, а лучший среди районов – Сержевский район. В виде приза есть переходящее красное знамя, как было в советские времена. А сейчас переходящее какое знамя? У нас синее знамя с символикой сферы культуры, на которой представлены все сферы искусства, творчества и все, что можно. А кроме вот этого знамени, которое будет стоять, смотреть, на него будут люди гордиться целый год, потому что потом это знамя, вероятно, отдадут какому-то другому победителю на следующий год, это наше переходящее знамя. А что-то еще материально получили победители? Ну, впервые в этом году, ну, во-первых, мы сделали кубки еще, потому что знамя действительно на следующий год уйдет к какому-то другому муниципальному образованию. Может быть, и останется этим же, если они будут хорошо работать. Мы сделали специально кубки, чтобы они остались уже на память за какой-то год. И в этом году впервые мы учредили 150 тысяч рублей на проведение мероприятий же в сфере культуры в данном муниципальном образовании. То есть и Сержевский район, и город Благовещенск получат денежную премию. Это деньги Министерства культуры Амурской области, специально выделены. Замечательно. Я знаю, что помимо муниципальных непосредственно образований, есть еще и премии индивидуальные, личные, уже актерам, певцам, коллективам. Даже коллективам. Да, то есть премия в области литературы и искусств, немножко подробнее. Действительно, такая премия у нас есть, она существует уже очень давно. Буквально недавно их стало три премии, то есть в области профессионального искусства, в области народного творчества и писателям отдельно было, потому что очень много номинантов было среди писателей. И в этом году уже номинанты объявлены. То есть кто претендует на эту премию, мы ждем отзывов от всех зрителей, какое произведение им больше понравилось, какое произведение больше повлияло на жителей Амурской области. И в мае месяце мы будем подводить итоги и уже вручать эту премию. Три премии по 100 тысяч рублей непосредственно творцам за их творчество. А как ознакомиться с этим творчеством? Потому что не все знают одно, что, по крайней мере, с теми, кто являются соискателями, кандидатами на эту премию. Ну, во-первых, это будет опубликовано в «Амурской правде». Это есть на сайте Министерства культуры и архивного дела Амурской области. И ГТРК у нас выводит в эфир сюжеты уже традиционно о каждом из номинантов. Я думаю, что первое областное нужно подключиться обязательно к этой инициативе. Я думаю, что да, вашему каналу нужно обязательно, потому что вы показываете на всю область, и вся область тоже сможет отозваться своими отзывами, повлиять на решение комиссии. Сразу интерактивное голосование у нас в «Апельсиновом муте». Да, кто лучше, кто круче, для того, чтобы четко расставить все точки. Вот день работника культуры. Потому что очень многие спорят, кого нужно поздравлять в этот день. Мы и сами с Ильей сегодня немножко запутались. Мы хоть каким-то образом, каким-то боком, я не знаю, касаемся этого праздника. Можем ли мы себя причислить к этому? И вообще работники телевизионных компаний, может быть, радиостанций. Кто отмечает, кого поздравляем сегодня? Ну, конечно же, вот говорят, что у библиотек есть свой праздник, день в библиотеку, музеев, день в музеев. Вот через два дня будет день работника театра, день театра. Но мы говорим о том, что это всё-таки день работника культуры. И получая хоть в театре, хоть в библиотеке, хоть в музее звание «Заслуженный работник культуры», они говорят, что они тоже работники культуры. Поэтому мы поздравляем всех работников учреждений культуры, всех работников культуры. Их более пяти тысяч у нас в Амурской области. Но у нас есть ещё коллективы. И в этих коллективах есть творческие люди, есть мастера, которые тоже причастны к сфере культуры. Поэтому я их тоже искренне поздравляю с праздником. Их более тридцати тысяч человек. Тридцать тысяч человек. И все они сегодня могут сидеть. А если у них родственники, их родители, их дети вообще... Все те, кто ходят на концерты и тоже считают себя культурными людьми, которые приобщаются к этому, тогда нас уже больше, ну, почти миллионов. Армия, армия. Огромное спасибо. Сегодня у нас в гостях в «Апельсиновом утре» был заместитель министра культуры Амурской области Ольга Юркова. Какой красивый заместитель. Красивая культура, такой заместитель.